Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня поговорим об изменениях, которые произошли на празднике Тыквавин. В тот момент, когда стартовал этот страшный праздник, появился блюпост о том, что эпический контейнер, под названием «Заполненная добычей тыква», могут получать персонажи, начиная с 10 уровня. В этом эпическом контейнере содержится трансмог, маунт, питомец. По-любому что-то у вас ещё не пролутано. К примеру, у меня до сих пор нет питомца Псартос, но маунт, поводья коня всадника без головы, имеется в двойном экземпляре. 10 уровнем сразу создаются персонажи союзной расы. Поэтому мы можем взять, например, двор фоклана Черного Железа. Я делал себе жреца по той причине, что специализация послушания имеет неплохой дэмэдж, и к тому же хилом вы всегда будете реагаться быстро. Делаем всегда в момент создания персонажа одинаковый никнейм. Таким образом, нам не нужно будет тысячу раз настраивать наш интерфейс. Мы джойнимся сразу в данж, мы проходим его, вылутываем эпический контейнер, и если у нас установлено донорарити, то он нам напишет количество попыток. Таким образом, мы делаем всё правильно. Таким образом, мы делаем попытки ради получения питомца. И вылутываем питомца в скором времени. Я буду этим заниматься 100% на стриме, вне стрима, потому что второй год без питомца — это кринжово. Нужно вылутывать питомца. 100%. На этом у меня всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!